Всем доброго времени суток! С вами Татьяна из Норвегии. И как вы уже поняли из названия видео, сегодняшнее видео посвящено третьему отчёту Project Pen по декоративной косметике. И я обещала сделать вот этот третий отчёт в конце ноября месяца, но всё-таки решила, почему бы сделать это не раньше, потому что впереди ещё один месяц, конец декабря, и тогда я уже завершаю свой проект, показываю вам, что закончилось, и начинаю уже готовиться к новому проекту. Что поэтому? Значит, вообще в данном проекте участвует 62 косметических средства. В этом году я взяла немножечко побольше, чем в прошлом, и, конечно, уже пожалела об этом. Я взяла много лаков, и, ну, вот это, конечно, была моя ошибка небольшая. Ну, это эксперимент, это то, на чём как бы нужно учиться, поэтому, ну, как получилось, так и получилось. Так, итак, по истечению первых двух проектов из 62 средств очень быстро закончились вот такие вот духи от Guerlain Laptit Rob Noir. Это продукт, который я брала, конечно, неполноразмерный здесь, вернее, не то чтобы неполноразмерный, неполный он был. Так-то здесь 30 миллилитров, ну, примерно, может быть, здесь было процентов 15, ну, максимум 20 этого продукта, и поэтому я быстро его израсходовала. Очень хорошая водичка такая вечерняя, поэтому, может быть, даже повторю, но только, наверное, всё-таки другую версию, не это чёрное платье. Так же быстро очень закончились вот такие вот, вот такая туалетная водичка от Calvin Klein Downtown. Очень красивая такая, очень весенне-летняя даже водичка, и она у меня есть ещё в наличии, но, по-моему, флакончик у меня побольше. Это на 30 миллилитров, а у меня на 50. Так, дальше закончилась вот такая база от Evelyn, это Full HD база, маскирующая покраснение. Она, я уже много раз говорила, она никаких покраснений не скрывала, но она прекрасно подготавливала кожу к нанесению уже последующих средств, а это тональный крем, корректоры, какие-то пудра и так далее. То есть, в принципе, база неплохая, но вот то, что касается каких-то покраснений, то нет. Вот, ни с чем с этим она не справлялась. Далее закончилась также пудра от Maybelline Affinitone, выравнивающая пудра. Сопровождаю все свои показы, так сказать, фотографиями, что было, что стало. Ну и вот она у меня закончилась. Хорошая тоже пудрочка была. Опять же, это была не полный продукт, я брала в проект, а такая была затиражка, которая хорошо подзатёрлась. Ещё два продукта закончились для лица. Это закончилась вот такая вот база от Uriage. Ну, такая, знаете, тоже неплохая. Fluid база. Такого я бы не купила её, конечно. Это всё миниатюрки. И я много раз говорю о том, что очень хорошо в Project Pen брать не только полноразмерные... Что я говорю? У меня сегодня фаворит, фаворит моего видео. Вот это слово полноразмерные. Ну, действительно, не то, чтобы полноразмерные, а вот такое полное средство на 100%. Но хорошо также брать и вот такие миниатюрки. Вот эти миниатюрки будут быстро заканчиваться, и поэтому, ну, вы как будете сами удовлетворены, как вот я показываю сейчас вам. Вот закончились 10 продуктов, сейчас ещё будут 10, которые я закончила. Поэтому я испытываю, конечно, очень такое, можно сказать, удовлетворение от увиденного. А вторая вот база, это была от Smashbox Photo Finish Primer. У меня, кстати, была полноразмерка такая же, очень классное средство. И когда-нибудь тоже повторю. Ну, вот это от Урьяш, оно вообще какое-то непонятное. Я даже не могу вам ничего сказать о нём. Нейтральное какое-то, не пойми что. И последнее, что закончилось по истечению первого и второго отчёта, это вот такие 4 лака от Lancome L'Oréal. Вот они перед вами, красивые оттенки. Но сейчас вот ещё буду корзиночку вам показывать. С лаками, конечно, у меня полнейший, можно сказать, провал. Потому что, ну, я решила больше в проект не брать никаких лаков. Потому что это, ну, не то, чтобы там рука не тянется к ним. Ну, не хочется. Вот иной раз, вот у меня, например, мне, например, не хочется пользоваться лаками в Project Payne. Это вот то, что такое табу будет на некоторое время у меня. Может быть, когда-то опять захочу взять. Так, это были 10 продуктов, которые я вам показала, которые вы уже видели в первом и во втором отчёте. К окончанию третьего отчёта закончились ещё 10 продуктов. И это, прежде всего, средства для лица, опять же. Видите, у меня очень много участвовало средств для лица. Первое – это база-праймер от Max Factor. Очень классная, с SPF 20. Вообще шикарнейшая. Очень нравится. И такая вот цена не особо, знаете, такая уж завышенная на продукты от Max Factor. И сами они по себе работают очень хорошо. Знаете, я тут понаставила коробочек. Так, это у меня всё продукты, которые участвуют в Project Payne. Ну, сейчас я ещё эти коробочки покажу вам. Так, следующее закончилось также от Max Factor. Закончился тональный крем в оттенке Nude 47. Это тональный крем Skin Luminizer Miracle. Очень классный крем. Ну, вот на начало проекта его было вот таким образом. Так, это второй. Нет, это вот первый как раз-таки отчёт. Это второй, а сейчас у нас третий. И тональный крем закончился. Классный крем. Так же, как и база под него. Вот я их вместе и использовала. Очень-очень понравилось средство вот это от Givenchy. Миниатюрочка на 8 мл. Это средство, которое я использовала в летний период времени. Ну, это база тоже. Но база такая... Я бы не сказала, что это вот какой-то бронзер там или ещё что-то. Но это прекрасная тоже база для лица, которая даёт слегка такой очень красивый оттенок загорелого лица. Вот там, видите, такие маленькие-маленькие частички. Они лопаются, вот эти вот пупырышки, и дают очень красивый оттенок лицу. Это, по-моему, была лимитка у Givenchy, насколько я знаю. Но я бы купила. Вот даже бы, знаете, как бы и денег не пожалела на то, чтобы приобрести уже полноразмерное средство. Мне очень понравилось. Теперь, опять же, что не понравилось. Ну, как-то, знаете, ерунда какая-то. Слава богу, что миниатюрка. А то вот так вот купи полноразмерку, и, конечно, будешь жалеть о зря потраченных деньгах. Это такая пигмент-корректор от Yves Saint Laurent. Forever Light Creator. Ужасный. Я даже вот его не очень тут допользовала. Сейчас вам покажу. Такая у него какая-то консистенция. Видите? Даже не кремообразная, не желеобразная. Что-то такое творожистое. Жидко-творожистое, я бы так даже сказала. Но так неплохо распределяется на лице. И даёт какой-то определённый... Ну, не то чтобы свечение, разглаживание какое-то. Ну, вот из-за вот этой вот текстуры такой какой-то непонятной, мне это средство не понравилось. Я, конечно, пользовалась им, но потом, когда вот разрезала эту баночку, то уже не захотела дальше использовать его. Так, ну и закончилось последнее ещё средство для лица. Вернее, предпоследнее. Это такой вот крем под глазки от норвежского бренда Кикс с витамином С. Я думала, это какой-то корректор, а это просто такая хорошая увлажнялочка под глаза. Неплохое средство, бюджетное. И это средство, конечно, для тех, кто живёт в Норвегии. Потому что марка Кикс, она продаётся... Ну, в Швеции, конечно, продаётся. Продаётся в Норвегии. А вот насчёт других скандинавских стран не знаю. Наверное, в Дании тоже есть. Так, и последнее средство для лица. Это тоже победа. Закончилась вот такая пудра от Bourjois Healthy Balance. Все знают эту пудру. Все в восторге от неё. 53-й оттеночек by Gicleer. Очень классная пудра. Тоже я её брала не в такой, не в полной комплектации, а брала я её такой уже затёртой. Вот, использовала с большим удовольствием. Все знают эту пудру. Все, опять же, повторюсь, в восторге от неё. Хорошие средства. Так, и что следующее? Также закончился уже полностью вот такой вот продукт от Clorans. Это трио, кит трио, который необходим для создания бровей. Даже тут не то, почему я его трио назвала. Думала, трио написано, здесь написано про. Короче, это наборчик такой для бровей. Мне даже больше, знаете, нравились вот эти вот инструменты, которые здесь представлены. Они классные. И пинцетик, и щёточка, и кисточка вот эта. Всё очень классное. Ну, вот эти вот воск тут был. Вот это вот средство для выбеливания подбровного пространства. Мне как-то, ну, не то, что не понравилось. Ну, я не считаю нужным его использовать. Использовала так иногда. Ну, и вот тут вот были очень хорошие продукты для оформления бровей. Неплохой такой кит. Но больше не куплю, потому что тоже считаю, что неоправданно высокая цена на этот продукт. Ну, вообще, на косметику от Clorans они всё-таки сильно завысили цены и на декоративку, и на уходовую косметику. Я тоже не считаю, что... Вернее, я тоже считаю, что как бы не стоит вот косметика этих денег, которые они просят. Так, следующее, что закончились. Две туши. Первая тушь от Eau Rocher. Это тушь под названием... Тоже всем известная. Sexy Palp. Неплохая тушь. Хорошая. Ну, она... Даже можно тут ещё продолжать. Видите, вот так вот, если мы вынимаем, вот тут хвостик такой небольшой. Это знак того, что можно продолжать пользоваться. Но она уже всё стала пересыхать, поэтому я её как бы... Ну, не хочу больше использовать, потому что много есть других тушей, так сказать, добивать. Я считаю, что я её и так поиспользовала неплохо. А вот эта тушь, а вот эта тушь очень классная. Эта тушь True Mystic Volume от Lumine. Действительно, мистический объём даёт эта тушь. Очень классная. Очень такая, знаете, экономная. Тоже я её долго использовала. Она действительно делает потрясающие такие колдовские длинные ресницы. Ну, во всяком случае, мои. Я обязательно, ну, взяла эту тушь на заметку и обязательно её повторю. Так, хорошая тушь. Обратите тоже внимание. Я, правда, не знаю, вот есть они как бы в продаже вот эта вот линейка сейчас или нет, потому что они там довольно-таки часто Lumine меняют свою коллекцию, поэтому вообще какая-то марка у них стала не очень такая неуловимая. Постоянно какие-то изменения у них косметические, поэтому, ну, не знаю, можно ли найти её. И последнее средство, которое израсходовалось, десятое – это помада от Revlon 825 оттенок «Гидрогения». Вот такой тут пенёчек остался от этой помады. Классная помада. Я сейчас ещё покажу помады этой серии. Вот она мне очень нравилась. Ну, недостаток у всех помад от Revlon. Они очень нестойкие, но очень красивые. Вкус такой у них хороший очень. Так, итак, это были перед вами продукты, которые закончились. Их 20. 10 закончилось ко второму отчёту. И вот сейчас третий отчёт. Закончилось ещё 10. В общем, 20 пустыхшек. Так, следующее. Следующее – это продукты, которые я выбрасываю. Это не пустышки, но продукты, которые будут выброшены. Они выбыли из проекта по причине того, что они мне не понравились. Это, прежде всего, вот такой вот блендер тональный на водной основе от Make Up For Ever. Ну, не понравился. Ну, не понимаю я вот эту вот жидкую субстанцию такую, как её можно наносить на лицо, что ей можно выравнивать. Я и так, и сяк пробовала, и на базы, и под базы. В общем, ерунда полнейшая. Не понравилось мне этот блендер. Вообще, Make Up For Ever, вот эта марка мне как-то не очень. Все её хвалят. Такая сякая, она такая хорошая. Но мне вот не нравится. Есть у меня, слава богу, миниатюрки, которые я получала в коробочках красоты. А это была тушь у меня, был карандашик, он, по-моему, у меня сейчас есть, и блеск для губ. Опять же, цены космические какие-то на эту косметику, она того не стоит. И вот ещё одна головная боль. Это хайлайтер от Eva Mosaic или Eva Mosaic, который разбился под названием «Лунный свет». Тоже кто-то его очень нахваливает. Очень многие нахваливают, наоборот, этот хайлайтер. Вот я вам обещала, что я его спрессую, но не захотела, не хочу. Не нравится он мне, он абсолютно ничего такого на лице не делает, на моём лице. Поэтому кисточку я... Я даже не помню, был он с кисточкой с этой или я уже подложила от какого-то другого продукта. В общем, не хочу, не моё это. Так, и вот такая вот корзиночка у меня ещё есть. Это тоже, как бы, такие неудачи проекта, которые я пожалела, что взяла. Это вот такие лаки от L'Oreal. Тут даже больше такие декоративные украшалочки, которые я не хочу использовать. Я пока выбрасывать их не буду. Посмотрю, может быть... Ну, я так вот иногда пользуюсь ими. Под настроение, что говорится. Но так в основном не хочу их. Вот, как бы, так регулярно даже пользоваться ими. Поэтому пока они у меня... Ну, они не выбрасываются, но ждут своего, так сказать, часа. Затем следующее – это полупустышки. Я уверена, что эти продукты через месяц будут закончены. Первое – это пудра полупустышка от Maybelline. Это оттенок матово-бежевый, десятый. Очень хорошая пудра. То же самое я её брала такой уже... Ну, вот она будет сейчас фотографию увидеть. Она не была, конечно, полноценной. Была уже затёртой. И вот две предыдущие пудры у меня закончились. И я вот надеюсь, что вот это тоже к концу декабря месяца закончится. Что тут осталось? Ну, чуть больше месяца, поэтому как бы хватит её в использовании. Так, следующее тоже... Не знаю. Вот не знаю. Возлагаю надежды, но не знаю, закончится ли у меня вот эта красотка. Это хайлайтер от Mary Lou Manizer, вернее, от The Balm, а это уже как бы название этого хайлайтера. Это очень классный хайлайтер. Обожаю его. Он очень хорошо поиспользовался, но не думаю, что он у меня закончится. Ну, а там кто его знает, потому что я бы хотела таким хайлайтером пользоваться каждый день. Он очень красиво освежает моё лицо. Говорю только о своём лице. Подсвечивает его. Он, ну, такой вот, какой-то такой молодой оттеночек придаёт моему лицу. Кто смотрит меня впервые, то я девушка взрослая, мне 47 лет. Но, тем не менее, тем не менее, вот этот вот хайлайтер, он довольно-таки неплохо освежит лицо. Даже возрастное, я бы сказала. Ну, если хорошо, конечно, поработать всевозможными там консилерами, базами, и потом его нанести, соответственно, моложавость такая появится с легонца. Так, вот так вот давайте его поставим. Будет ли только он стоять? Не разобью ли я его? Так, ну и последнее. Это точно закончится. Полупустышка. Это тушь от Lancome DefiniSyl. Ну, кто следит за моим проектом, я пользуюсь этой тушью. Ещё и в косметичках вам показываю её постоянно. Пользуюсь ей с января месяца, и она, ну, тоже такая неубиваемая. Можно пользоваться, продолжать. Я этому, кстати, только рада. Она очень классная, она очень хорошо мои реснички подкручивает, удлиняет. В общем, ну, а я вообще много раз говорила, что я не страдаю какими-то такими недостатками в плане ресниц, слава богу. Поэтому мне как бы все туши подходят. Но есть, конечно, и туши провальные. Так, и так, это были три полупустышки. И, вы знаете, у меня довольно-таки много затиражек. Это те продукты, которые хорошо поиспользовались. И это прежде всего вот такая палеточка от Dior. Вот она, красотка, перед вами стоит. Это дорожная палетка, которую я обожаю просто. Мне она так нравится, я бы тоже ей пользовалась каждый день. Ну, смотрите, что здесь произошло. Здесь израсходовались, ну, вот здесь была... Ну, это не тональный крем, я не знаю даже, как это назвать. Я пользовалась вообще как консилером этим средством. Он такой был, такая субстанция очень плотная. И для меня это был самый настоящий консилер. Далее здесь была пудра очень хорошая и, соответственно, румяшки. Ну, как видите, тушь. Но тушь я до проекта использовала. И здесь у меня блески для губ. Блески для губ, сразу говорю, мне не нравятся. Пользуюсь ими довольно-таки редко. А почему? Потому что они очень бледные. Я такого что-то... Ну, чего-то такого бледного не очень жалую. Так, ну и давайте посмотрим, что же со сводчами у нас тут делается. Ну, румяшки, видите, хорошо поиспользованы. Вот они, первые румяшки. Еще побольше наберу. Румяшки дают очень красивый оттенок на лице. Тоже такой освежающий. Вот в совокупности с Мэри Лу работают просто шикарно. Вот такой вот дают они красивый оттенок и лицу. Ну, вот имеется в виду продукты этой палетки. И лицу, и глазкам. В общем, палетка очень-очень классная. Не хочется мне с ней расставаться, потому что все это нравится. Видите, как хорошо поиспользовала вот этот вот оттеночек. Он был совершенно у меня новый, малоиспользованный. И вот здесь, с каких только ракурсов не смотри, видно, что остальные оттеночки, они тоже довольно-таки хорошо, как правильно сказать, поиспользованы. Давайте такой термин используем. Так, вот. Вот такие оттеночки очень красивые. Пользуюсь этой палеткой регулярно. Забыла вам сказать, что, ну вот, когда начинала этот я-проект, то пользовалась проектом, продуктами, вернее, проектом, ну, где-то через день. А сейчас опять, вернее, когда я начала Project Pen, да, то я пользовалась пятница, суббота, воскресенье. Они у меня были отведены на этот проект. Затем, когда надоело мне это, то пользовалась опять, вернее, через день, и, то есть, чередовалась с такой текущей косметичкой. И сейчас опять вернулась пятница, суббота, воскресенье. Это у меня строго Project Pen. Вторая палетка тоже очень нравится. Это палетка от L'Oreal. Она была еще выпущена, тоже, кстати, дорожная, была выпущена в сотрудничестве с Летицией Кастой. Вот такие оттеночки. И что хочу сказать по этой палетке. Здесь сразу я вычистила блески для губ, потому что они мне не нравились. Они очень коричневые были, мне неподходящие. И плюс они стали уже портиться. Ну, а я вовсю, так сказать, пользуюсь этой палеткой. Пользуюсь вот, в частности, оттеночками теней. Вы видите, здесь появилась очень хорошая донышко. Ярко выраженное такое. Так, оттеночки тоже очень классные. Здесь, знаете, даже более такая сочная гамма, чем от Dior. Так вот выглядят оттенки. Очень хорошая здесь пудра-румяшки. С одной стороны румяшки, с другой стороны пудра. Ну, я их обычно вот так вот смешиваю. И тут тоже, видите, появилась хорошая затертость. В общем, хорошая палетка. Ей конца и краю нет. Я не знаю, что у нас с косметикой от L'Oreal. Они какие-то вот, что и в Роше, что у L'Oreal. Они выпускают просто какие-то неубиваемые продукты. Так, вот они, девочки. В общем, продолжаю пользоваться этой палеткой. Конечно, я когда собирала Project Pen, и когда он у меня начинался, я вам так и заявляла, что я не собираюсь как бы, ну, заканчивать его. Не было у меня такой цели закончить что-то. Но была цель, конечно, всё поизрасходовать, поиспользовать как можно больше, как можно лучше. Ну, и вот то, что получилось, так сказать. Так, Мэри Лушка стоять. Давайте вот так вот. Что следующее? Следующее – это тоже такие хорошие затиражки. Это, прежде всего, мои любимчики. Такие вот палетки для губ от L'Oreal. Когда-то в своё время покупала их на сайте Wildberries. Их было довольно-таки сложно найти в продаже. Но на Wildberries продавались. Это первая нюдовая палетка. Видно, что хорошо я её поиспользовала. Но она у меня в таком рабочем состоянии. Поэтому так выглядит. Я думаю, критиковать не будете особо меня. Следующее ещё тоже этого плана. Но я не делаю, конечно, сводчи. Ещё одна палетка. У меня, кстати, четыре их выпускали. Вот они у меня все четыре в наличии есть. Вот я как бы решила, думаю, почему бы не взять в Project Pen и немножечко их, так сказать, поиспользовать. Вот она, вторая палетка. Здесь более такие, как бы, не очень носибельные в Европе оттенки. Поэтому вот так она выглядит. Пользуюсь, но пользуюсь, как бы, ну так, не очень часто. Можно, если так выразиться, помягче. Так, очень возлагаю надежды на вот такие вот тоже затёртые продукты. Я бы не назвала их полупустышками, хотя, как посмотрите. Итак, это тоже помада от Revlon 875 оттенок Gladius. Тут довольно-таки много этого продукта. И он, конечно, к концу декабря не закончится. К концу моего Project Pen. Я как-то, знаете, проводила эксперимент очень давно. Думаю, сколько ж вот можно будет использовать одну помаду. Как быстро она закончится. Это была помада от Reflame. У меня был такой эксперимент. Помню такой очень красивый клубничный оттенок. Давайте ещё вам следующую покажу. Это помада 895 оттенок. Поппи, маковый. Ну и вот, и я пользовалась той помадой каждый день. И она у меня закончилась через 3 месяца. Где-то я в сентябре начала ею пользоваться. Вот она у меня сентябрь, октябрь, ноябрь. К декабрю она у меня благополучно завершилась. Израсходовалась. Но что хочу сказать. Помады помадам рознь. Есть помады, которые очень плотные. Они очень такие насыщенные. Поэтому они не закончатся быстро. А есть, конечно, вот, например, вот эти ревлоновские. Они могут закончиться очень быстро. Просто я их вот так вот не очень как бы любила. Не то, чтобы любила, не любила. Не то, чтобы, ну, вот как-то другое что-то есть. Поэтому я их и брала в использование. Так, были у меня еще в проекте и есть вот 3 вот таких вот блеска от L'Oreal. Вот они, их название. Тоже, вы знаете, отстояло их. Ну, сейчас вот, что получилось, то получилось. Я делала здесь заметочки. Хорошо, я их тоже поиспользовала. Это самые настоящие, можно сказать, полупустышки. И, ну, есть много чего другого. Поэтому как-то у меня особо на них не налегало. Итак, это оттеночек, оттеночек 503, All Night Lone. Так, и следующий оттеночек тоже из этой же серии, 502 Hold Me Close. Вот он, тоже очень красивый. Ну, и вот делала отметки на них. Ну, когда используешь, эти отметки очень быстро исчезают. Поэтому, ну, вот этот оттеночек мне не очень нравится. Он такой бледный на губах, но здесь красиво смотрится. Это 505 оттенок Never Let Me Go. Так, вот такой вот он. Красивый очень, но мне он не очень идет. Ну, неплохо поиспользовала тоже. Опять же, повторюсь, что какой-то цели закончить их у меня не было. Абсолютно. Следующее. Следующее это то, что... То, что, знаете, как бы... Ну, взяла, но не пошло. Это палетка от The Balm. Очень классная палетка. Здесь собрана такая коллекция бестселлеров от The Balm. Это прежде всего их румяшки. Богама Мама, Кабана Бой, Инста и Инстейн и Хот Мама. Вот они, они. Ну, как бы, знаете, есть много чего другого. Ну, я пользуюсь ими, конечно, но они тоже очень плотные такие. Вот она первая череда оттеночков красивая. Палетка не самостоятельная. Она не может использоваться. Вот просто вот взял, сделал какой-то макияж. Потому что здесь очень специфические оттенки теней. Давайте я их сначала покажу вам. Очень специфические. И их либо по одиночке нужно наносить. Ну, а макияж с ними, если делать, то надо какие-то еще дополнительные цвета брать. Уже, соответственно, в других палетках. Видите, тут мудрить ничего не надо. Очень хорошо наносятся оттеночки. И вот такая гамма получается. Красивая очень палетка. Я ее люблю. Но пользуюсь довольно-таки редко. И здесь этот самый знаменитый хайлайтер от De Balm. Давайте я его нанесу. Я не помню, показывала вам там. По-моему, не показала. Но сейчас покажу. Он классный, сияющий. Всегда говорю, что будете сверкать с ним, как такой начищенный медный таз. И палетка классная. Здесь есть еще вот два таких продукта. Это для щечек и для губ. Но как-то тоже не использую. И что-то мне показало, что они у меня начали портиться. Вот эти вот продукты для губ-тера, для щек. Также две вот такие вот однушечки от L'Oreal. Старая коллекция L'Oreal. Это Нуар, или как он правильно называется? Стери Блэк. Тут мы как бы особо не смотрим на название, потому что давно уже нет. В продаже очень классный такой зеленый насыщенный оттенок. Плотный, неубиваемый, нескончаемый. Просто вообще на века. Достанется, так сказать, и детям, и внукам. И оттенок поспокойнее. Хаки. Оттенки мне очень идут. Я пользовалась ими очень активно. Но тут никаких вообще результатов нет. И результаты будут не скоро. Видите, какие красивые оттеночки. Но это оттенки специфические. Они не всем подойдут. Это надо иметь или карие, или зеленые глазки. Для того, чтобы выигрышно все смотрелось. Так. И последнее, что еще показываю. Уже спешу, чтобы вам не надоедать. По настроению использую вот такой парфюм от Chanel, Coco Chanel. Ну, может быть, знаете, вот 10% его израсходовал. Потому что он очень специфический. Я бы не сказала, что это вот на 100% что-то мое. Нет. Летом активно пользовалась вот этой палеткой от Benefit. Но тоже здесь... Ну, вот несколько тут продуктов. Но тоже здесь результатов особых нет. Хвалиться, так сказать, нечем. Ну, а самая моя большая головная боль. Это вот такой вот блеск от Faberlic, который я решила взять в следующий Project Pen на следующий год. Потому что не хочу. Вот что-то в этом году он у меня не пошел. И должен будет пойти... Давайте вот здесь вот я нанесу. Должен пойти в следующем году. Ну, я решила какие-то продукты все-таки продолжить в следующем году взять их в Project Pen. Project Pen, вернее, вот этот у меня блеск первый, так сказать, кандидат в использовании. Поэтому обижен не будет. Ну, и также тоже хвалиться особо нечем вот таким карандашом от доктор Пьер Рико. Тоже неубиваемый, нескончаемый. Я тогда в конце заключительного отчета покажу вам, как он по длине. Есть какие-то сдвиги или нет. Так, это оттеночек. Он очень красивый. Вот я ищу, как он. Vert Fones 301. Очень красивый оттенок для зеленоглазок. Поэтому обратите внимание на этот карандашик. Ну, и последнее, к чему тоже особо рука не тянется. Это вот три вот таких вот хайлайтера от H&M. Не буду тестировать вам их, потому что тут такого ничего в них особо интересного нет. Тоже они у меня зависли. Очень хороший хайлайтер. Давайте все-таки один нанесу. Это оттеночек Gold. Вот он очень красивый, но вот как-то не пошло. Может быть, опять же, тоже возьму на следующий год их. Не знаю, подумаю. Вот что-то хочется взять на следующий год из этого Project Pen. Так, ну, вот такие продукты, вот такие результаты. Есть, конечно, продвижение. Я не скажу, что все так провально. Нет, результаты очень неплохие. Мы с вами увидимся в конце декабря месяца. Подведем итог. Я думаю, что из 62 продуктов, которые я брала, будет израсходовано еще какое-то количество. Но я надеюсь, что 3 точно будут, и 23 уже будут выведены из проекта и выброшены. Большое еще раз вам всем спасибо за просмотр. Увидимся с вами очень-очень скоро. Всех вас люблю, целую, обнимаю. И всем пока.